Привет всем, мои дорогие подписчики, гости моего канала, с вами Ниром. Сейчас у нас будет обзор на видеокарту от компании MSI, это 3060 Ventus X2. В общем, сегодня про нее поговорим, стоит ли покупать эту видеокарту, не стоит. Ну и расскажу также про некоторые ее особенности по сравнению со старшими собратьями. В общем, карточка вышла достаточно удачная по сравнению с версией TI, и я думаю, вам она понравится. А перед тем, как мы продолжим просмотр, я хочу порекомендовать свои услуги по сборке компьютеров. Я собираю как и обычные компьютеры на воздушном охлаждении, так и кастомные компьютеры на водяном охлаждении, одноконтурные и двухконтурные, это когда жидкость двух цветов. Принцип такой, я составляю для вас специально список, вы по этому списку покупаете комплектующие, привозите их мне, я могу даже при вас в принципе все собирать, вы мне мешать не будете. После чего завершаем сборку, вы платите мне деньги. Если вы разрешаете это все на видео заснять, я делаю скидку. Если разрешаете сделать тесты, то скидка будет еще больше. Начнем с того, что у этой карты, в отличие от ее старших собратьев, нет проблем с перегревом и шумом. Тайки вот такие же, двухсекционные, с двумя вентиляторами, они очень-очень шумные. И, скажем так, помимо этого еще очень горячие. Эта карта, вот пока я ее тестировал, особо не замечал, чтобы она сильно грелась. Максимум там температура была где-то, ну, градусов 70 плюс-минус, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Ну, каких-то градусов там сверх нечеловеческих я не видел. То есть температура была всегда более-менее приемлемая. Помимо этого, что она не сильно греется, я еще заметил такую особенность, что она относительно тихая. Потому что у моего знакомого есть версия, которая TI, тоже такая, с двумя вентиляторами. Блин, она и очень горячая, и очень шумная. Ну, рядом с таким компьютером противность сидеть, потому что звук от этой карты, вот от TI-версии, просто нереальный. Ну, тут и VRM попроще, тут и фаз поменьше, и питание попроще, сами понимаете. Тут питается карта только одним проводом на 8 пин. Потребляет она мало, греется слабо, ТДП у нее низкая. Можно даже ее запустить с блоком на 400 Вт, хоть и рекомендуется блок минимум на 520 с этой картой. То есть, в плане температур, эта карта, ребята, очень и очень удачная. Касательно самой карты. У нас тут PCI-Express 4-й версии, 3584 CUDA-ядер, частота 1807 МГц, это по бусту у нас. Тут у нас 12 ГБ GDR6 на этой карте, 192 бита шина, 3 дисплейпорта версии 1.4 и 1 HDMI версии 2.1. Заявлено, что эта карта потребляет только в 107 Вт. Ну, поняли, да? По сравнению с современными монстрами, это ни о чем. Теперь касательно охлаждения. В общем, эти два вентилятора у нас, это версия TOR-X 3.0. В общем, название такое для вентиляторов достаточно сильное, я бы сказал. Крепится четырьмя винтами. За этим всем прячется у нас радиатор с продольными ребрами, пронизанный двумя тепловыми трубками. И прямым контактом с графическим процессором. В общем, все максимально просто тут сделано, ничего такого особенного нет. Микросхемы памяти тут у нас охлаждаются. То есть, можете видеть, что через термопрокладки тепло с них отводится. Массветы тоже охлаждаются. Мы можем заметить, что тут есть вот такая отдельная пластина, которая прикручена к радиатору. Через нее отводится тепло. В принципе, так как питание у нас слабое, заметьте. То есть, VRM у нас простенький тут максимально. Тут нету дохрена фаз. Это достаточно, чтобы охладить данную карту. Ну, в общем, проблем с этим, ребят, нет. Вот, кстати, еще второго попугая в кадре показал. На руках любят сидеть, а на палочке нет. Вот, теперь касательно игровых тестов, ребят, я не хочу сейчас озвучивать все результаты. В общем, смотрите сами. Вот я потестировал несколько игр таких, как Red Dead Redemption 2. Нигде я не заметил каких-то лагов, фризов. Все нормально работает. Причем настройки максимальные. То есть, для моего монитора это 3440 на 440. Максимальное разрешение. Все выкручено на ультрах. И можете сами видеть, что и фпс достойный, ребята. И температура достойная. Это, конечно, не 4К. То есть, 4К это более, скажем так, большое разрешение по сравнению с моим. Но, все равно, достаточно такая лютая нагрузочка идет на эту карту. И она справляется во всех играх. Да, конечно, в некоторых играх, таких как Cyberpunk, фпс не особо большой при таком разрешении. Но если с ультров скинуть там на пред ультра, да, там чуть-чуть оттянуть настройки, то уже играть можно комфортно. То есть, я говорю, что опять же, тут выкручено все на максимум. Чуть-чуть-чуть-чуть настройки отпускаем. И даже Cyberpunk на этой карте при таком разрешении вполне можно играть. То есть, нет никаких особых проблем там. Как можно заметить, еще Tomb Raider потестировал. Тут тоже все на максимальных настройках. Все выкручено. Все нормально. Ну, это, как вы сами понимаете, популярный бетчмарк. В эту хрень я не знаю. Мал кто, наверное, играет. Я, кстати, вообще не играл. Я даже не знаю, о чем игра. Ну, вроде как все тестируют. И я без конца эту игру тестирую. В дальнейшем, если вам нужно какие-то другие игры тестировать, пишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я особо не играю ни во что. Вот у моей ребят, которые мне помогают по роликам, там, что Данила, что Леоня, они вот играют в компьютерные игры. Более-менее в них и разбираются. Я играю во все достаточно редко. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы писали в комментариях, какие игры добавлять в тест, а какие не надо. Буду этому очень благодарен. В общем, карта, как можете заметить, во всех тестах справилась совсем более-менее нормально. То есть, нигде ничего такого криминального я не увидел. В общем, если кому интересно, все дело тестировалось на Ryzen 5 800 X. Не 3D, которая версия подороже, она обычная. Вот. И вот результат. Ладно, ребят, спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на этот канал. И также подписывайтесь на Рутуб, на Дзен. Там ролики выходят чаще. Плюс, если когда-нибудь YouTube заблокирует в нашей стране веселой, то будьте меня там смотреть. Поэтому обязательно подписываемся и туда, и сюда. Не забываем. Вам уж потом будет меня проще найти, если захотите меня посмотреть. Ну что там, до новых встреч. Пока всем не пропадаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok